Так, в общем, вот это вот мэн, и это вроде как тоже мэн. Ладно, на письме-то разница понятна, но вот на слух. Блин, вот вумен отличить от вимен нормально, а с мужиками сложнее. Потому что что вот этот звук, что вот этот, для нас чаще всего сливается в одно большое э. И разницы между ними как будто нету. И чё делать, спрашиваются? Как всё-таки на слух отличить одного мэна от нескольких? Не, ну вот с этим-то понятно, но вот это вот, блин, какая же дебильная буквы. Кто замечал, похлопайте. Иногда произносится как «эй» — favor, major, patient. Иногда просто как звук «э», например, в слове many. Местами так вообще сами англоговорящие не особо договорились, как её читать. У американцев это вроде как «э», а у британцев это «а», can't fast, lost, dance. И чё делать, спрашиваются? Dance или dance? Last или last? Вот это вот ещё can't или can't. Если can't, то как отличить от другого can't? Так ещё и вон с мужиками проблема. В общем, поговорим сегодня даже не о том, как это произносить, а о том, хотя бы как на слух всё это разбирать. Давайте начистоту. Возможно, вы ещё в младших классах заподозрили, что в английском как-то слишком много звуков, похожих на русское «э». Вот они все — целый суповой набор. Вот такая солянка. Целый винегрет. Блин, кажется, я голодный. Ладно. «Э» либо «шва». Вот она, родимая. Для чего она нужна? Для безударных слогов. Второе «э». Ну ладно, можно сказать, что это плюс-минус русское ударное «э». Как в слове «very», например. Или «many». Или «pet». Иногда, кстати, обозначается вот так вот. «Buck». Если это чуть более широкий звук. Например, в Америке. И вот он «a». Тот самый звук «ash». Он же для native speakers гениев обозначается как «a». Он же «short a». Он же в русском инъязовском простонародье «лягушка». Почему «лягушка»? А вы сравните. Одно в лицо. Собственно, вот этот звук нам сегодня в основном и нужен. Поэтому как он звучит и произносится. Челюсть вниз, язык вниз, уголки рта в сторону. Кончики языка прижимаем к нижним клавишам. То есть это уже не очень-то похоже на русское «э». Вроде как сюда уже подмешали «а». Ну, если взглянуть на этот символ, то логично. Вот. А кому-то помогает, что это как будто сказать русское «я». Только без вот этого «йота» в начале. Типа «э». «Э». Усреднённо. Вот так вот. Потому что в каждой избе всё равно свои погремушки. Всё-таки триста с лишним миллионов носителей и все немного. Но нам пока этого хватит. А так-то, конечно, очень хороший звук. Например, позволяет легко отличить «сексес» от «сакс-эс». А те, кто сейчас подумал, ага, так вот чем отличается «мен» от «менов». Угу. Сейчас, подождите. Не всё так просто. Вот сейчас кто-то поспорит и скажет, что лягушка эта, то есть «э». Больше всё-таки похоже не на русскую «э», а на русскую «а». Поэтому неплохо понять разницу ещё и вот с этими двумя звуками. Вот звук «а». Долгий такой. Пасть нужно открыть поширше. Уголки не растягиваем. Ну, как в слове «father», например. Или в британском «кар». А вот это… Ну, короче, просто скажите русское «а». Вот там максимально близкая аналогия. Suck. Вот такая средняя температура по больнице, без экзотических акцентов. Примерно так оно и будет в жизни. А теперь, что там на самом деле творится с «мен» и «мен» по обе стороны? Первый вопрос животрепещущий. Почему в Америке почти везде «э», а в Англии оно через долгую «а». Там dance, last bath. Can't. 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 Ну, при этом всё-таки trap и can через «а». Into the trap. Well, the answer is yes, you can. Ответ «убил», потому что слова с такой буквой в Англии действительно произносятся по-разному. Ну, в большей части Англии. Некоторые слова произносят через «а», trap, а некоторые через «а», типа «bath». Превосходное объяснение. А главное – ёмкое. И по-научному это называется trap-bath-split. Как понять, где и как будет читаться? «А» или «а». Ну, этот, как видите, давайте это всё любезно объяснит завуч нашей школы, знакомая многим нашим студентам, старшая преподавательница Дил. В общем, прошу, открыть новый персонаж. Привет, это я. Ну, так вот. Как понять, где и как в Британии будет читаться? «А» или «э», «грасс» или «грасс», «деманд» или всё-таки «деманд». Ну вот, обычно англичане акают перед этими звуками. Ну вот, запросто можно и не угадать. Есть bath, а есть math. Есть ample, а есть example. Так что, выход один. Пользоваться правильными словарями. Ну, а без словаря легче всего прикинуть так. Это слово привычное, оно ходовое, им часто пользуется в быту. Ну, скорее всего, в нём будут акать. А чё-то уже позаумнее. Math и math. Astronaut. Там уже полномочия, всё. Ну и вы сейчас спросите, а если я по-британски хочу сказать «can't», то как мне ненароком не ляпнуть «cunt»? Ответ – убил. В первом случае – «дзивните», «cunt», а во втором можно, ну, просто русский звук «a», «cunt». Получится почти RP. Ну, учитывая, что без второго слова в RP вообще не обойтись. Когда всё это появилось? Ну, акать в Англии начали почти 300 лет тому назад. Да и до этого было чем заняться. А самое главное – Америку это почти не затронуло. Там почти везде через «a». Так что «trap», «bath» – это чисто британская история. Да и то в самой Англии далеко не везде на это согласились. Есть деревня, где экают везде – и в трэпе, и в бэсе. Ну, кстати, насчёт слуского-то, где интервью-то он даёт это видео. Чё за видео? У него, получается, сплит в другую сторону работает. То есть вместо «sack» сказал «sack». Даже «sack». Как мы это назовём? Будет, короче, «sack-sack-split». Ладно, окей, сказал там «sack» вместо «sack». Очень смешно. В смысле я сказал? Может, он специально хотел так? Я сказал. Он даже потом уголился всё-таки из клуба. Так что кто знает, что там между ними в итоге произошло. Окей, а США, по-вашему, нормальная сторона? В Америке такой проблемы с «trap bath» нет. Данный «split» её толком и не зацепил. Пронесло, так сказать. Так что в таких словах «trap», «bath», «fasty», «dance» – они все дружно экают. Там, кажется, есть только одно слово, которое акает без видимой причины. Это «father». Хотя «pasta» тоже. Ну, ладно, неважно, это заимствование. Всё, остальное, что мы сейчас обсуждали, получается, с чистой совестью можно читать через вот эту самую лягушку, да? Fast, last и demand. «Abema» Так, да, получается? Ну так вот. Хер там. Вот такой. В чём суть? Словари со своей транскрипцией нам откровенно… Словари со своей транскрипцией нам откровенно врут. Открываем кембриджский и сравниваем два слова. «Fat», «fan». И там, и там один и тот же символ, да? Но ещё раз, как же они звучат? «Fat», «fan», «hat», «hand», «sack», «sang». И ещё раз, помедленнее. «Fat», «fan». Ну, так вот, я думаю, вы прочёхали, что в американском английском под этим символом могут скрываться два абсолютно разных звука. Точнее, два варианта одного и того же звука. Первый. Ну, это уже привычный и даже немного остебенивший нам «ash». Он же лягушка. То есть, чё там, язык вниз, волосы назад. «A». Он обычно есть в закрытых слогах. «Flap», «tap», «pad». А вот перед звуками «n», «m» и «ng» происходит совсем другая история. Вот так вот. «I don't know if I should dance». «You can't figure out what to do next». «We can't do it all». «I'm a big fan of David Allen's book «Getting things done». «Liberals and conservatives on the one hand, and revolutionaries and reactionaries on the other hand». Слышите? Уже совсем другое дело. Там не «a», а там, блин, «air». «On the one hand, and, and…» Называется такой феномен «air raising». «But it commands the phone to take a picture, to turn on its webcam». То есть, не один звук, а целых полтора. Ну, по сути, настоящий дифтонг. «After they've had some type of transplant, that anger and that heartbreak». «Lihai being a family». «No three to jam, understand». Помните, если в Америке или Канаде лягушка будет перед звуками «n», «m» и «ng», то её расплючит. «e». Ну, шо тут можно сказать. То есть, если он вдруг задвигает вот такое. «Да это не «and». Это не «and». Буква «a» звучится как «a». «And». То нет. Нихуя. Вообще не обязательно, потому что в Америке или Канаде это будет часто звучать именно вот так. «And». 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 То есть чё? Подводя итог, у американцев в словах «cat» и «can», разные звуки. Хотя в словарях они обозначаются одной и той же лягушкой. «a». А стоило бы разными. «It's really nice, because you feel like you have a hand in helping it get out there». «It's so random that if you did hang your hat on that one thing». «It's really nice, because I'm glad I inspire you with the hands. Why are you so mad?» «So I didn't understand, and I didn't want you with a fan». И вот аллилуйя, наконец-то теперь понятно, как по большей части отличать «man» от «man». Если мы про американ. Если это один мужик, то там, по сути, дифтонг. «Air», то есть полтора звука в одном слоге. «Man». А если много мужиков, то всё просто. Гласный звук будет один. Men. Вот этого галайда не будет. All men will know you. Men? 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 Six thousand men. Точно так же мы можем легко отличить band от band. Или pan от pan. Да, и, кстати, это не руководство по произношению, а скорее, опять же, как это всё различать на слух. Понятно, что если вы сами будете это практиковать, то тут самое главное не переборщить. Бывают разные акценты, то есть и такие, в которых буквально в каждом слове raising. Did you gals hear about Allie Gallagher? She let Al and Ackerman smack her in the back? А бывает и наоборот, что лягушка не очень-то и расплющена. A viewer, a man, a gentleman. That's like a carburetor of my van. И, кажется, благодаря всем этим словам, типа man, band и frank, у нас, у русских, эта буква больше ассоциируется с э, нежели с а. Хотя, как посмотреть, вот на футболе, например, match, а в тиндере – match. Тоже, наверное, какой-то сплит произошёл. Та-дам! Кстати, что нового в школе у нас? Всё хорошо, продолжаем обучать население языку Байрона и Шекспира. Приходят бегиннеры, например, становятся как минимум интермидитами. Из прочих новостей, вот напечатали мерч новый, позвольте мне показать его так ровненько. Некоторые студенты школы уже получили в руки. И вот ещё есть кое-что. Как вы понимаете, туда можно положить деньги. Хотите узнать что да как? Записывайтесь к нам на бесплатные часовые занятия. Если вам нравится данное видео, то и такой урок будет более чем в тему. Узнаете про язык много нового. Это можно сделать по ссылке, повешу её в описании. А для тех, кто до этого момента слушал и такой «Какие британцы? Какие ещё нахер американцы?» Ничего не понимаю. Ну, вам, наверное, стоит узнать хотя бы в общих чертах, чем отличаются британский и английский от такого же английского, но американского. И если хотите сделать это быстро и чётко, то можете попробовать пройти бесплатную миссию в нашем онлайн-курсе Battle for Britain. Там буквально в пяти пунктах это предельно ясно можно уяснить. Ясно уяснить. Эээ... Бля, я это оставлю. Ну и сам курс так-то – это отличное языковое чистилище. Вкратце – это срочная служба длиной в месяц. Вместе с командой соратников на трёх уровнях сложности. Всё можете узнать на сайте, и, кстати, там же пройти три пробные миссии. Жмите ссылку в описании. Вам поехали дальше, я чё-то там рассказывал. А как отличить «мен от мен» в британском, я думаю, зрители любезно пояснят в комментах. Там всегда по традиции навалом спецов всех мастей, и это я сейчас не шучу. Там же мы, несомненно, просчитаем, что это нахер никому не упало, потому что по грамматике предложения мы и так встечём, где же там множественное число, а где же там единственное. Например, Это часть для особо бешеных зрителей. Почему я домотался до словарей? Ну, по сути, там всё нормально. Словари не виноваты в том, что фонема одна, а аллофоны у неё бывают разные. Они не обязаны всех их отображать. Да, кстати, что такое фонема и что такое аллофон? Фонема — это звук, который позволяет различать смысл. Точнее, сама идея этого звука. Если в слове заменить звук на какой-то другой, там, похожий на него, и от этого меняется смысл слова, то это две разные фонемы. Вот, например, вы сказали «пэт», а кто-то сказал «пэт». Звуки тут разные — «а» и «э». И получились, сюрприз, два разных слова. Поэтому вот это «а» и «э» — это две разных фонемы. Поэтому важно их различать хотя бы для того, чтобы легко улавливать смысл на ходу. И не переваривать по три часа. Что же вам там сказали? «Shit» или «sheet», «pan» или «pan». Да и самому чётко их произносить тоже неплохо бы. Вот все эти гласные звуки — это разные фонемы. Соответственно, они образуют разные слова по смыслу. А если вы сказали «город», а кто-то сказал «город», то, по сути, фонема в этом месте одна и та же. В голове у вас обоих какая-то общая одна идея звука «г», просто вы с собеседниками его по-разному произнесли. Фонема одна и та же, просто у неё два разных варианта. И эти варианты называются «аллофоны». А какое же дебильное слово «аллофон»? Это как будто ты по телефону говоришь и такой «Алло». Так вот, к чему я-то. Рейтинг, про который я жевал тут столько, он в общем и целом — это «аллофон». Он не влияет на смысл слова. То есть нету никакой разницы, как вы произнесёте эту лягушку. Всё-таки как «а» или как «э», то есть «ман» или «мен». Кроме отдельных акцентов. Вот там есть такая рудиментарная штука, когда рейтинг влияет на смысл. Проще говоря, вот ты сказал «мэс» — это «масса» или «месса». А сказал «мэс» — это уже «массачусетс». Вот в этом случае рейтинг уже фонема. Слушай, мне тут сделали замечание недавно. В общем, я повадился транскрипцию записывать через квадратные скобки, и кто-то мне сообщил. Ты что, не знал, что в квадратных скобках записываются только «аллофоны», а вот фонемы они должны в этих слэшах, короче, в косых чёрточках? Ну да, вообще-то. То есть, что получается? Я всю жизнь думал… Аматори, аматори, короче. Я всю жизнь думал, что они фонемы, а они, оказывается, «аллофоны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова